В лесах Удмуртии водилось большое количество зверей и птиц. На тетеревов тур готовили специальные ловушки, турмурдо. Их ставили на опушки леса, для этого жерди с острым концом втыкались в землю по кругу. Затем их перевивали мочалом или веревкой в двух или трех местах. Звучит музыка Получался своеобразный конус с широким диаметром основания. После чего к двум противоположным жердям привязываются петли, через которые продевается планка с поперечиной. На нее устанавливается сноб с зернами. Птица летит на приманку, садится, планка переворачивается, и птица падает вниз. Обратно вылететь она не может. В лесах было много зверей. Среди них лоси, рыси, бобры, куницы, выдры, норки, лисицы, медведи, белки, зайцы и другие. Промысловое значение в 20 веке имело охота на белку. Каждый охотник опоясывался широким кожаным поясом, к которому привешивался нож, топор, кожаная сумка, конвертик или пистель. На поясе находился также охотничий набор, порховница и гробница. Капканы ставили на куницу и на белок. Приманкой обычно служили грибы. Капканы ставили на куницу. Капканы ставили на куницу. Ставили капканы на лис. Их ставили на заячий след. Здесь требовалась особая осторожность, так как лиса хорошо чует запах. Длинной лопатой рыли яму в снегу. В нее ставили капканы и около капкана разравнивали снег. Длинной лопатой рыли яму в снегу. На рябчиков ставили селки и петли из конского волоса. А в качестве приманки использовались рябина, калина и другие ягоды. Капканы ставили на куницу. На зайцев ставились петли. На волков ставились капканы и сооружались специальные ловушки западни. Из жердей высотой около трех метров строили спиралевидную ловушку, в центре которой клали приманку. Волк, входя в ловушку, сам открывал дверцу ловушки, после чего за ним дверца захлопывалась, и волку не оставалось обратного выхода.